На ВДНХ в Центре космонавтика и авиация выставка детских рисунков «Навстречу звездам». Она приурочена к 50-й годовщине первой в мире стыковки двух пилотируемых кораблей «Союз-4» и «Союз-5». На выставку приехали известные космонавты и участник исторического полета Борис Волынов. Вот отлично. Я хочу вам пожелать, чтобы вы в мире искусства нашли каждый себя и стали первым в своем виде. А это значит, нужно много работать, много трудиться. И, естественно, самое главное – это любить свое дело. Смотрим на меня, улыбочку. Авторы работ – из Московской детской художественной школы номер 9. Осенью прошлого года они посетили павильон космонавтика и авиация и заболели космосом. Появились картины «История освоения космоса», «Космос будущего», «Вселенная глазами художника». Лучшие из детских работ заняли почетное место в крупнейшем космическом музее страны. Я как бы не мог не сделать работу касательно строительства ракеты, а точнее космической станции «Мир». Я ее изобразил в своей работе, которая сейчас выставлена на выставке. Спасибо большое «Роскосмосу», что предоставил такую возможность участвовать. Победители и призеры выставки получили награды. Но главное – у ребят была возможность лично пообщаться с теми, чей труд их так вдохновил. Исполнительный директор по пилотируемым космическим программам «Роскосмоса» Сергей Крикалев и летчик-космонавт Федор Юрчихин пожелали юным художникам мечтать, дерзать и расширять свои знания о космосе. Ребята, мечтайте, и как сегодня сказал Алексей Станиславович, не предавайте свою мечту. И тогда вы будете самые счастливые. У вас появился интерес. Этот интерес, я надеюсь, вас приведет не только к вершинам в творчестве, но, может быть, кто-то из вас начнет заниматься космонавтикой профессионально. И будет очень хорошо, когда люди с интересом придут работать и придут работу на смену предыдущему поколению космонавтов, на смену тем, кто в отряде находится сейчас. И кому-то надо будет двигаться дальше. Детская выставка «Навстречу звездам» продлится до середины февраля.